Служить Отечеству не только по призыву, но и по призванию. В управление Росгвардии по Ненецкому округу все чаще звонят молодые люди, вернувшиеся из армии. Вчерашних призывников интересуют условия социальной гарантии контрактной службы. Тему продолжит Наталья Дуркина. Леонардо Быстрецкий в наш северный регион приехал из Мурманска. Три года назад в ходе продвижения по службе узнал о вакансии по своему профилю в управлении Росгвардии Ненецкого округа. Тогда, посоветовавшись с родными, принял решение о переводе и ничуть не пожалел. Теперь Леонардо и сам консультирует новобранцев о вакансиях. К нам обращаются молодые люди, прошедшие службу по призыву. Вернувшись из армии, ребят интересуют условия контрактной службы и социальные гарантии в Росгвардии. Главные требования – это возраст до 35 лет для сотрудников и до 40 лет для военнослужащих. Отсутствие судимости и грубых правонарушений. Годность по состоянию здоровья к службе на Крайнем Севере. В Ненецком автономном округе военнослужащие и сотрудники получают право на социальную пенсию после 10 календарных лет выслуги. Предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилья и ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно. В Наринмаре созданы условия для службы как местных жителей, так и переезжающих из других регионов. Контрактники приобретают жилье через накопительную ипотечную систему. В отличие от обычной ипотеки, платежи за них вносит государство. Также не имеющим собственного жилья в регионе ежемесячно выплачивают компенсацию найма или аренды жилого помещения. Еще один плюс службы – продовольственный паек. На самом деле я родился в республике Крым, в городе Саки. Получается, в 2000 году моя семья уехала совместно со мной, разумеется, на заработки сюда. Думали на пару лет уехать, а получается остались здесь уже и на постоянке. И вот так вот и живем. Да, я проходил срочную службу в космодроме Пельсец в 2017 году, в городе Мирный. Чувствился в Ненецкой аграрно-экономическом техникуме на специальности обработка водных биоресурсов. А как ты узнал о контрактной службе в Росгвардии? У меня знакомые были, вот они подсказали, что можно подписать контракт и служить после армии. Как-то такой хороший вариант был. И льгот много, и удовольствие тоже очень хорошее. То есть мне прям вообще все устраивает, все нравится. Каждый военнослужащий, сотрудник или гражданин может узнать о наличии вакансий в кадровом подразделении или строевой части территориального органа войск Национальной гвардии. В городе Наринмаре это можно сделать по телефону, который вы видите на своих экранах. К слову, претендовать на замещение должностей в Росгвардии имеют право совершеннолетние граждане России в возрасте до 35 лет. Отбор кандидатов ведут по соответствию уровню физической подготовки, состоянию здоровья, отсутствию фактов привлечения к уголовной и административной ответственности, образованию, личным и профессиональным качествам. Достаточно позвонить, прислать резюме, после чего сотрудники управления проводят собеседование с кандидатом лично или по телефону. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север.